Большое спасибо за то, что пригласили меня участвовать в вашем конгрессе. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим о жидкостной биопсии у пациентов с поражениями желудочно-кишечного тракта. Жидкостная биопсия, как мы знаем, как правило, связана с необходимостью. So, for the sake of this presentation, CFDNA stands for cell-free DNA. So, these are pieces of DNA that are shed in the circulation by any tissues. I mean, normal tissues, normal epithelia, as well as cancer tissues. Then, of course, we have CTDNA, which stands for circulating tumor DNA, which is usually a small fraction of the cell-free DNA. And then CTCs, you might have heard it, circulating tumor cells. Okay, so what's the point here? The point is that the amount of DNA coming from tumor tissue origin depends upon tumor burden. So, when you are in the metastatic setting here, Когда вы находитесь вот в этом секторе метастатическом, то у вас здесь очень много DNA исходит от клеток опухоли. Или когда у вас скрининг проходит, то у вас может быть мало данных по ДНК, по опухолевым клеткам. И 99% и даже больше того, что вы находите в крови, в основном это нормальные клетки. Это нормальная физиология и обычные клетки. Поэтому что же мы с вами делаем для анализа? Анализа у нас должно проходить при таком малом количестве ДНК. У нас есть, конечно, секвенцирование по различным поколениям. Это мы обязательно должны проводить. Или мы можем использовать некоторые новые методы, которые сейчас используются. Я сейчас приведу их примеры. И мы должны дойти до 0,1% при этом, когда мы исследуем индивидуальные мутации, например, в случае рака легких. И здесь вы видите последовательность нового поколения с молекулярными бар-кодами. И здесь надо понять, что это, конечно, отличается от тех исследований, которые проводились ранее, проводились в начале 2012-2013 года. В чем различие? Потому что мы знаем, что эти последовательности нового поколения используют уже определенные ошибки. Те ошибки, которые были обнаружены в Бали. И мы понимаем, что здесь нельзя говорить о абсолютно совершенных результатах. Каким же образом мы можем узнать те изменения, которые происходят в опухоли на основе тех данных, которые мы можем получать с новыми этими методами? В принципе, это можно сделать так. Можно присоединить некоторые молекулярные бар-коды. На самом деле, вы знаете, что такое бар-коды. Очень хорошо знаете. Так вот, мы эти бирочки, так сказать, присоединяем кусочком ДНК. И каждый кусочек такой имеет свой код. И вы тогда их хорошо идентифицируете. И вы таким образом можете отличать те раки, те виды рака, которые связаны. Вот красные точечки здесь, вы видите. Да, они усилены здесь, они увеличены. На самом деле, с помощью этих кодов мы их лучше видим. И мы видим ложные мутации, которые представлены оранжевым цветом. Эти, они исходят от подлинных отрезков ДНК. Вы видите, что только последовательности с бирочками здесь отвечают за те ошибки, которые мы видим в полимеразе. Таким образом, использование бар-кодов – это тот принцип, который сейчас используется и очень помогает в различных тестах на определение изменений. Очень важно сравнить с теми методами, которые использовались ранее. Как же надо работать с этим? Надо понимать, что жидкостная биопсия, как и любой молекулярный лабораторный тест, может быть частично негативным, частично позитивным, ложно-позитивным. Это когда мы видим с вами те изменения, которых нет, и другой случай, когда мы пропускаем то, что находится на самом деле там, и что очень важно. И есть разные причины такой ложной позитивности. Вы видите, они здесь представлены. Это явление, которое называется клоналий гематопоэзис. Белые кровяные тельца здесь задействованы. Мы с вами здесь видим в лечении лейкоцитов. И на том, на самом деле, их можно как бы уловить в крови. Каким образом это можно сделать? Потому что при CFDNA у нас есть определенная здесь контоминация от белых кровяных тельц. Поэтому мы можем здесь... Мы должны учитывать, что они имеют определенный срок жизни. Но, конечно, мы понимаем, что здесь на самом деле аналитические данные весьма сложно получаемые. Они не всегда надежными являются. Так вот, если у вас... Вот эти мутации можно найти в более старшем населении. Одно сочетание. Если даже у вас есть... Нет рака, вы все равно увидите эти изменения. Есть ряд генов, которые мутируют. Это так называемые ложнопозитивные. Потому что они не говорят о раке. Они просто такие спорадические изменения, которые мы обнаруживаем. Что касается ложнонегативных. Это такая игра с цифрами. Здесь фракция ДНК. Она, конечно, очень маленькая. Совсем-то 0,0000. Но если мы с вами смотрим на образцы крови, то мы должны представить колбочки, определенное количество крови. Там мы проводим анализ плазмы. И как вы можете предположить, какая часть кусочков ДНК будет из той области, которая поражена раком? Конечно, мы понимаем, что эта мутация присутствует только в 0,01 популяции. Поскольку именно так мы берем с вами образцы. Дело в том, что жидкостная биопсия основывается на многочисленном взятии проб. Это совершенно необходимо, потому что у вас просто могут быть ложно-позитивные и ложно-негативные результаты при взятии слишком небольшого количества крови. Каковы же клинические применения этого метода? При скрининге, при обнаружении рецидивов и при обнаружении битостаз. При скрининге что же мы делаем? На самом деле это такой святой граиль. Мы можем, конечно, должны иметь возможность сказать человеку, у вас нет рака или у вас есть рак, но рак где-то в какой-то области вашего организма. Это, собственно, единственный тест, одобренный FDA для колоректальных раков. И здесь данные старые, данные полученные пять лет тому назад еще при обнаружении метилляции, при обнаружении метилляции определенных генов. И дело в том, что это ген, который является высоко метилированным в колоректальном раке, и вы его обнаруживаете в крови, если вы проводите такое тестирование. Но тест недостаточно чувствительный. 48% учительность лучше, примерно 90% нам бы хотелось достичь. Но это не рекомендуется как первичный тест. Он одобрен только для тех пациентов, которые не могут пройти колоноскопию, которым она противопоказана. И здесь мы говорим о том, что FDA одобряет, потому что здесь в том случае только применяется, если иные методы скрининга не могут применяться, потому что 49% достаточно низкий уровень. Что мы можем еще сделать? Конечно, мы можем повысить уровень чувствительности. Если вместо того, чтобы изучать один только ген метилированный, мы можем посмотреть на метилирование различных других генов. Каким же образом можем поступить? Надо сказать, что был целый ряд работ, которые здесь перечислены, которые изучали именно этот вопрос, изучали метилирование, гены и различные виды раков. Видите, все, результаты становятся лучше и лучше, и в конце концов у нас появляется работа, которая появилась в конце прошлого года, и, как вы видите, здесь специфичности, чувствительность выше 80% это не по колоректальному раку, это рак поджелудочной железы, потому что именно в этой работе рак легких и рак поджелудочной железы были в фокусе внимания. Но вы видите, что просто если мы даже посмотрим на большее количество генов, мы получим лучшие результаты. Почему это так? Вам кажется, что это очевидно совершенно? Потому что если не только один ген изучаю, если я изучаю сотни, а может быть и даже тысячи изменений этих альтераций, то тогда шанс того, что я уловлю эти сигналы значительно выше, потому что я изучаю не единую альтерацию, а изучаю тысячи и тысячи их. И действительно, шанс увидеть изменения гораздо выше, чем при изучении одного гена. То есть, здесь, конечно, речь идет о количественном подходе. Ну, это ментиляция, да, но есть еще исследования, которые основывались на мутациях. И первое исследование опубликовано было в семнадцатом году, и оно изучало именно кровь, мутации, которые наличествовали в ткани опухоли. Здесь использовались молекулярная методика баркодинг, как мы уже с вами говорили, она была объединена с некоторыми интересными биоинформативными такими приемами для того, чтобы получить лучшие результаты. И здесь вы видите, каким образом мы работали и какие результаты были получены по первому исследованию. Здесь, конечно, очень небольшое количество пациентов, но это был, на самом деле, принцип использования тогда. Вы видите, что чувствительность здесь повышается от 50% на этапе 1 до 80-90% по мере того, как мы переходим уже к более высоким стадиям заболевания. Ну, по крайней мере, здесь есть определенные указания на то, что мы движемся в правильном направлении. Ну, а что будет, если мы добавим другие маркеры? Чем больше маркеров вы изучаете, тем выше вероятность того, что вы уловите сигнал при скрининге на раннем этапе. Те же самые авторы говорят о таких традиционных маркерах. А что, если мы сочиним такие традиционные CA-99 с генетической мутацией? Что будет, если мы объединим такие приемы? Получим ли мы лучшие результаты? Да, безусловно, это так. Вы увидите здесь снова данные по чувствительности от 60 до 70%, повышается до 90% по различным видам рака, не только колоректального рака, но и рака поджелудочной железы, яичников. Здесь, конечно, очень важны были изменения, потому что эти раки очень часто диагностируются на слишком поздней стадии. И это, конечно, всего лишь один шажок вперед, этого недостаточно. Если вы видите здесь чувствительность на уровне 70-80% по большей части видов рака, что здесь важно по скринингу? Здесь важна, конечно, специфичность. Специфичность выше 99%. Да, действительно, конечно, мы должны сказать, что у нас, конечно, результаты просто замечательные, потому что только 70 пациентов в контрольной группе здоровых оказались позитивными из 800. Мне кажется, что это весьма интересно, но это не совсем годится до клинической практики пока. Пока, конечно, это все этап исследовательской работы. И последние новости, новейшие. Всего лишь две недели тому назад мы их получили. Это новый тип тестирования, который не изучает мутации или гиперметилирования генов на фрагментацию ДНК. Этот новый тест называется Дельфай, это оценка ДНК, фрагментов ДНК для раннего перехватывания интерцепции. То есть, это основывается на том факте, что ДНК от опухоли отличается по различным параметрам от ДНК от здоровых органов. И здесь мы должны посмотреть, что здесь это представлено как фрагменты CFDNA здоровых людей появляются в крови, когда мы проводим синквенирование по всей цепочке. Таким образом, это не XO, это не один ген, мы смотрим на все гены, от хромосомы Y до прочих хромосом. Если у нас пациенты с раком, вы посмотрите, как это все выглядит. Вы видите, здесь совершенно ясно, что здесь значительно более высокая фрагментация, чем у здоровых людей и здоровых лиц. Если мы используем алгоритмы и искусственный интеллект, с их помощью и с помощью суперкомпьютеров мы можем определить эти вот паттерны, фрагментации здоровых людей и больных. И чувствительность и специфичность этих тестов на специфичность и чувствительность весьма хорошие результаты дает, но несовершенные. Здесь у нас исследование по раку поджелудочной железы, также по кололектальному раку 81, 70% специфичность. На самом деле таким образом мы видим здесь повышение от 70 до 81% при изменении стадии. Что же можно дальше сделать? можно объединить фрагментацию, тестную фрагментацию с мутацией для того, чтобы получить более высокий уровень чувствительности. И авторы именно это и сделали. Таким образом, если мы добавляем мутацию к фрагментации, то мы получаем улучшение на 15%. Вы, конечно, никогда не выйдете на уровень 100%, но мы подходим все ближе и ближе к чувствительности в 90%, и на самом деле именно то, что мы хотим получить при тестах скрининговых. Хорошо. Каковы же критические вопросы? Конечно, у нас небольшое количество проб, у нас есть проблемы, потому что у нас недостаточно хорошо организованы когорты по возрасту. На самом деле, конечно, мы понимаем, что с возрастом мы накапливаем мутации. И очень важно следующее отсутствие пациентов с воспалениями. Поэтому всегда возникает вопрос, если есть у них воспаление в области живота, например, какие они результаты дадут, будут ли у нас такие же ясные и чистые результаты. Ну, хорошо. Теперь хотелось бы кратко поговорить о рецидивах, их обнаружении и о метастазах. В случае остаточного заболевания у нас есть пациент, которому был поставлен онкодиагноз. И мы задумываемся о том, можем ли мы измерять, можем ли мы использовать внеклеточную ДНК, полученную в ходе жесткостной биопсии после операции, для того, чтобы определить выбор, для того, чтобы определиться с выбором одевантной химиотерапии, одевантной терапии. Исторически это вопрос, который исследовался целым рядом ученых, и первые исследования появились 15 лет тому назад. Оно было посвящено тому, можно ли выявить мутацию КРАС-2. И мне хотелось бы познакомить вас с результатами этого великолепного исследования, проведенного в 2003 году, потому что это один из первых сигналов того, что мутации, обхолевые мутации могут быть обнаружены в сыворотке после операции. Это происходит довольно быстро. Благодаря современным технологиям мы можем выйти на лучший уровень специфичности и чувствительности. После этого исследования было проведено много других ретроспективных исследований с использованием этой стратегии, в ходе которых проводилось секвенирование материала опухоли. И после этого авторы рассматривали доспецифичные мутации у каждого пациента непосредственно в крови, в кровотоке выявлялись определенные мутации и после этого они отслеживались в кровотоке пациента. И если такие мутации выявляются, то вероятность рецидива высока. Еще один слайд, который может представлять определенный интерес у пациентов с метастазами в печени после резекции. Это стадия 4 в популяции пациентов и таким образом если сигнал определяется, если мутация в циркулирующей ДНК есть, то вероятность рецидива достаточно высокая. И это данные, которые были получены в популяции пациентов с распространенным раком, которым проводилась неодевантная хемородиотерапия. на графиках демонстрируется уровень циркулирующей ДНК. И данным пациентам была показана неодевантная хемородиотерапия. после радикальной операции данные тестирования позволяют выявить пациентов, у которых велика вероятность рецидива, и дифференцировать их от пациентов с высокой вероятностью излечения. Что еще более важно, мы проводим исследования выживаемости у пациентов со второй стадией. Заметим, что это пациенты, которые не получают неодевантную хемородиотерапию, и если вы выявляете позитивный образец, положительный образец после операции, то вероятность рецидива в течение ближайших нескольких лет очень высота. И мы объясняем пациентам, ну, вот у вас вторая стадия, но поскольку у вас вот такие результаты, мы вас фиксируем как пациента четвертой стадии, потому что у вас велика вероятность рецидива. И эту идею я продолжу развивать до конца своей презентации. У пациентов со второй стадии мы можем рассматривать аналогично пациентам с третьей стадии при наличии циркулирующей ДНК. пациентам пациентам со второй стадии несколья степенью риска нуждаются в дальнейшем лечении. на третьей стадии ситуация становится еще более сложной, потому что на третьей стадии вы назначаете адювантную химиотерапию, это стандарт лечения при наличии циркулирующей ДНК, опухолевой ДНК. Конечно, этот показатель позволяет нам каким-то образом дифференцировать пациентов в плане вероятности рецидива, но эта дифференциация не настолько четкая, не настолько эффективная, как на второй стадии. И, как правило, забор крови у таких пациентов осуществляется по завершению курса адювантной терапии, после завершения курса Капокса или Фулфокса. позволяет нам определить, удалось ли нам победить раков в данном конкретном случае или возможен рецидив в будущем. В дальнейших исследованиях ученые попытались реплицировать полученные результаты. Первое исследование было проведено на австралийском материале, сейчас речь пойдет о европейском исследовании. И, несмотря на то, что выборка была довольно низкой, всего 58% приняло участие в исследовании, но после химиотерапии отрицательные результаты этого теста сигнализируют о том, что рецидива не произойдет, положительный результат, в противном случае вероятность рецидива велика. Были разработаны клинические исследования, в рамках которых жидкостная биопсия используется не ретроспективно, а проспективно для распределения пациентов по группам лечения, лечения, исследования особенностей проведения адъювантной терапии у пациентов со второй стадии, пациенты с положительными результатами после хирургического вмешательства рандомизировались по группам, получавшим Full Fox с перспективным анализом и определили циркулирующую опухолевую ДНК. Датская группа исследователей представила данные на совещании ESMO, согласно которым пациенты с первой стадии заболевания в случае, если пациент с данной стадии имеет положительные результаты теста после операции, ему показана адъювантная химиотерапия, при том, что обычно по существующим рекомендациям лечение таким пациентам обычно не проводится. Таким образом, проводится очень много мероприятий в направлении скрининга. И, наконец, предпоследнее исследование, о котором мне хотелось бы рассказать, с участием пациентов с третьей стадии заболевания. Проводится это исследование австралийской группы ученых и исследуют они эскалацию и, соответственно, деэскалацию химиотерапии в зависимости от наличия или отсутствия в зависимости от уровня циркулирующей опухолевой ДНК. при положительном результате теста пациент получает интенсифицированную химиотерапию, например, фулфокса или капокса в течение шести месяцев. еще одно исследование, которое проводится в США, также среди пациентов с третьей стадии. Пациенты рекрутируются в исследования, получают первые два цикла фулфокса, и если после получения этих двух циклов у них положительные результаты теста, то они начинают, им назначается таргетированная молекулярная терапия. И, наконец, последний пункт нашей программы, каким образом определяются, каким образом проводится жидкостная биопсия при метастатическом раке. С точки зрения прогностических перспектив, вы понимаете, что при раке ободочной кишки данное исследование имеет прогностическую ценность, также оно является хорошим предиктором, хорошим прогностикатором при колоноректальном раке. У пациентов с четвертой стадии заболевания и определением опухолевой ДНК прогнозы значительно хуже. Жидкостная биопсия используется в тех случаях, когда ткани не являются непосредственно доступными или в тех случаях, когда исследование необходимо провести быстро. Существует соответствие между циркулирующей, корреляцией между циркулирующей ДНК и присутствием и результатами подморфологического тестирования тканевого исследования. Соответствие это довольно высокое, однако жидкостная биопсия не рекомендована существующими рекомендациями. национальная сеть рака упоминает только использование тканевого материала для расгонотепирования. Европейское общество ЖКТ онкологии утверждает, что в этом исследовании, что для пациентов с четвертой стадии при отсутствии опухолевой ткани для исследования жидкостная биопсия допустима к проведению, однако в рамках данного исследования опубликованного в 2018 году и основанного на рекомендациях для азиатских стран отмечалось, что данный вид исследований также находятся на стадии пока апробации отработки увеличения или снижения метилирования при первом первой рентгенологической радиологической оценке связано с клиническими преимуществами для пациента тем не менее эта информация не является полезной при четвертой стадии заболевания при метастазирующих опухолях поскольку зачастую мониторинг резистентности нами проводился целый ряд исследований где рассматривались мутации и влияние информации о мутациях на выбор нами стратегии лечения и в данном случае исследовались молекулярные изменения в циркулирующей ДНК у пациентов с раком желудка получающим решение получающим лечение тростозумабом несколько слайдов я пропускаю и хотелось поперейти к выводам шуткостная биопсия представляет собой аналитически валидный инструмент есть результаты исследований и несмотря на то что проводятся исследования с участием сотен и даже тысяч пациентов клиническая полезность пока находится на стадии анализа на стадии исследования она еще изучается но поскольку я оптимист по натуре я надеюсь что и клинические какие-то преимущества из этого метода мы можем получить мы можем вынести тем не менее исследования находятся еще на очень ранней стадии данные аккумулируются технологии постоянно совершенствуются и мы разумеется можем исследовать совокупность методов для получения максимальной эффективности сенситивности чувствительности и специфичности скрининговые исследования разумеется потребуют несколько лет наблюдения прежде чем они позволят получить какие-то определенные данные что касается остаточные заболевания конечно период наблюдения здесь должен составлять не менее трех-пяти лет и теперь мне хотелось бы поблагодарить вас всех за внимание большое спасибо за великолепный доклад это очень важная очень нужная тема есть ли у вас какие-нибудь вопросы у меня есть вопрос вам Федерико спасибо вам большое за вашу презентацию и мой вопрос связан с мониторингом резистентности потому что я уверена вам известно о данных которые были опубликованы на последний в последнем выпуске ЭСМО мы знаем что клоны могут образовываться после длительного лечения антигенными агентами и мне хотелось бы понять вашу точку зрения по этой проблеме спасибо за ваш вопрос мне кажется как я уже собственно говорила усилия конечно направлены на то чтобы понять механизм резистентности и очень важно конечно изучить динамику клонов прекрасная возможность предлагается для сообщества медицинского онкологического возможность исследовать эволюцию клонов опухолей это конечно невероятная возможность раньше можно было только используя биопсию это изучать а теперь конечно совершенно иные возможности теперь мы видим что действительно эти результаты помогают нам понять насколько различны популяции субпопуляции клоны сабклоны и поэтому конечно это сказывается на выборе стратегии лечения и даже хемиотерапия я действительно удивлена мы считаем что хемиотерапия терапия не специфична что но на самом деле это не совсем так мы действительно видим некоторые группы популяции которые действительно по-разному относятся к этому популяции например некоторые клоны исчезают даже когда мы используем фолфокс первой стадии это удивительные результаты и воздействительные возможности Никола пожалуйста спасибо Федерико очень хорошо очень интересно мой вопрос такой клинические условия какие должны быть для того чтобы наилучшим образом оценить эту работу потому что конечно вот такие основы проведения исследования должны существовать они будут сказываться и на результатах с точки зрения клинициста я могу так сказать что лучше всего конечно это не адъювантная среда так сказать например лучше всего я бы сказал что так надо не не адъювантная среда так сказать это когда у вас уже есть точная информация о том что можно резекцию опухоли проводить ну конечно в ректальном ранке у нас есть такой подход но в раке толстой кишки у нас не всегда такие ясные решения так быстро принимаются поэтому наверное какие-то здесь должны быть моменты такие ну вот например когда мы сравниваем жидкостную биопсию с тканевой то при адъювантных условиях у нас конечно есть очень хороший опухолевый материал хирургический материал и когда вам нужно использовать неадъювантный подход тогда у вас конечно именно жидкостная биопсия помогает вот вот так такой вопрос у вас ли есть какой-то план исследовательский план именно неадъювантных условий для исследования этой ситуации для того чтобы понять лучше какому какой пациент идет на один так в одну группу и какой пациент попадает в другую группу так мы можем использовать суррогатные маркеры мы используем внеадъювантной терапии иммунотерапии при раке прямой кишки и здесь конечно краткий курс иммунотерапии до хирургического вмешательства мы бы так рекомендовали и в данной ситуации жидкостная биопсия используется используется как исследовательский подход для того чтобы понять какова реакция опухоли ну конечно мы сейчас на каком-то переходном этапе находимся если эти пациенты все равно будут проходить хирургическое вмешательство то собственно важно ли это так но здесь нам нужно конечно иметь возможность решить вопрос для пациентов MSI но это единственное неадъювантное исследование которое я знаю и здесь использование жидкостной биопсии прослеживается но если у нас есть конечно у нас есть такие текущие дискуссии по этому поводу но мне кажется что все равно нам конечно еще нужно пройти длинный путь прежде чем мы окончательно примем решение об использовании жидкостной биопсии для неадъювантных случаев да конечно это очень важная тема для будущего для прогноза для скрининга и конечно для решения вопросов с метастазированием но мы посмотрим конечно зная об этих исследованиях будем иметь возможность принять решение в будущем да спасибо спасибо большое есть вопросы еще коротко пожалуйста спасибо за ваш доклад ну я не нужно спать пакет окей окей я попробую вы приводили примеры использования для парихимиотерапии были ли использован данный подход широко при выборе лучевой терапии как альтернативное лечение если использовать жидкостную биопсию при лучевой терапии да на самом деле это действительно использовалось пациенты которые проходят радиотерапию лучевой терапию по ректальному раку действительно в то же самое время проходит анализ такой анализ для того чтобы понять каков патологический респонс и жидкостная биопсия используется и и и